Друзья, всем привет! Рад вас снова видеть на своем канале JustFlight. И сегодня хотел бы вновь поговорить об управлении в симуляторах. Уж меня простите за мою одержимость, но VR и Force It Back управление это то, что на мой взгляд долгое время не хватало, а сейчас это необходимая и неотъемлемая часть виртуального полета. Сегодня поговорим о педалях Force It Back. Вы знаете, не одно видео уже я делал на своем канале, не один стрим уже делал о проекте Force It Back, который активно разрабатывает Роман с ником Пропеллер. То есть это не только само устройство, которое базируется на двигателях, и сейчас уже есть какая-то конструкция, так скажем, наиболее стабильная, какая-то версия 2.0, 2.5 или 3, но тем не менее это та версия, которую я уже могу порекомендовать. Она с большим диапазоном усилий, это то, что необходимо. Я много раз рассказывал, почему это важно для Force It Back джойстика. Но и самое главное, этот софт, который он пишет для устройств с Force It Back. Почему это важно? Потому что на текущий момент все авиационные симуляторы, которые поддерживают Force It Back или обратную связь, они используют стандартный заданный DirectX, так скажем, протокол, и через него транслируют усилия, которые, ну, они достаточно упрощенные, потому что рассчитаны на джойстики позапрошлого поколения, так скажем, это Microsoft Force It Back и Logitech G940. Но смысл, значит, его софта заключается в том, чтобы, используя телеметрию, исходящую из симуляторов, сделать поведение органов управления с обратной связью максимально реалистичным. Так вот, если вы про джойстик уже много знаете, почему он важен для вертолета, для поршневого самолета, и с самолета, скажем так, с бустерными системами управления, или даже с самолетом Fly-by-Wire, то про педали я сегодня вам расскажу. Конструкция, именно сама, хардверная часть, да, я бы, пока, наверное, нет таких педалей, которые я мог бы порекомендовать вам. Вы знаете, что я до этого всегда рекомендовал педали от Виктора Мусульманина. Они действительно хорошие, если мы говорим про пружинные педали с регулировкой загрузки, с регулировкой демпфера, и вообще конструкции, ходы, ну, максимально более реалистичные. Текущая версия Force & Back джойстика, ну, так скажем, вот этот вот проект Романа, там, как устроена, так скажем, работа софта и мотора, да, она также от Романа, да, но вот эту версию педалей собрал Виктор с никнеймом Мусульманин, а он запихнул этот мотор и плату в новую версию своих педалей, которые мне не очень нравятся по эргономичным причинам. То есть я нахожу ее гораздо менее реалистичной, чем прошлой. То есть я бы хотел бы видеть, наверное, эту, так скажем, в апгрейде старых педалей, увидеть этот мотор и все остальное. Но неважно. Спасибо Виктору, он мне собрал эти педали за, так сказать, за себестоимость, поэтому мне было главное увидеть конечный продукт, который бы работал с технологией Force & Back, и я бы мог бы заняться настройкой параметров под разные типы, разные симуляторы. Так вот, что важно? Так же, как и с джойстиком Force & Back, очень важно получить реалистичность. И, ну, это не только, знаете, не сама фишка, чтобы это было реалистично. Ведь то, как устроено управление в настоящих самолетах и вертолетах, оно устроено не абы как, оно устроено так, чтобы помогать пилоту, да, ну, чтобы сделать его полет или там управление летательным аппаратом максимально, ну, так скажем, эффективным и безопасным. Ну, есть, конечно, некоторые производители самолетов, вертолетов, которые делают это, не упрощают задачу пилота, но тем не менее. Значит, смотрите, начнем с, скажем так, как это может работать с поршневыми самолетами, да. Это самое интересное. Почему? Потому что все управление в безбустерных самолетах, оно нам, ну, очень информативно. То есть, опираясь на ту информацию, которую мы получаем от органов управления, мы можем судить о скорости, о каких-то еще моментах, которые происходят с летательным аппаратом в дальний момент. Так вот, несмотря на то, что я очень рекламировал педали от Виктора, которые были в пружинной версии, да, все равно, как бы они не были хороши, они ни в какое сравнение не идут с форсетбэком. Вот смотрите, например, одна из проблем легкого управления, скажем так, на поршневых самолетах, ну, вы там, например, ведете воздушный бой, хотите прицелиться, и нужно вам подвести точно, так сказать, прицельную марку под вражеский самолет, или вы просто выполняете какие-то фигуры высшего пилотажа, но в тот момент, когда в настоящем самолете с ростом скорости управление наливается упругостью, и вы это чувствуете, и это вас как бы искусственно демпфирует и приостанавливает, не дает вам раскачивать самолет, ну, как бы препятствует этому. Так вот, как бы мы не настраивали пружинный джойстик, если мы, скажем, максимально затянем все демпферы и натянем пружину максимально, мы получим под какой-то конкретный этап полета, например, маневрирование на скорости, мы получим идеально подходящее устройство, но тогда в другой момент времени, на меньшей скорости, или, что особенно важно на самолетах поршневых, особенно с хвостовой опорой, на взлете и посадке, где требуется безукоризненное точное управление, вот там это будет создавать нам проблем. Почему? Потому что, когда мы размашисто, энергично, активно должны применять педали на взлете, на разбеге и на пробеге, на такого типа самолетах, управление должно быть легким, так же, как и в жизни, пока с ростом скорости воздушный поток не наливает упругости рули, да? Вот force it back позволяет сделать именно это, то есть мы можем настроить такие параметры, как воздействие струи от винта, то есть чем больше мы даем, так сказать, газу, да, тем больше мы ощущаем какое-то сопротивление на руле направления, если мы же начинаем разбег, то сначала у нас управление, ну, практически невесомо, мы чувствуем только, ну, влияние струи от винта, и по мере разгона мы чувствуем, как управление наливается упругостью. И это прямым, ну, впрямую помогает нам, потому что, если в начале разбега эффективность органов управления мала, и движения должны быть более размашистыми, по мере того, как управление становится более эффективным, вы как это понимаете? Вы понимаете, что управление наливается упругостью, и вы как бы уже ту величину по усилию, которую вы применяли в начале разбега, достигаете, ну, скажем, при меньшем отклонении, потому что скорость наросла. И вот это вам позволяет чувствовать, как много вам нужно дать педали, чтобы не увести самолет в другую сторону, или не оказаться в той ситуации, что вы не дадали педаль. Это очень важно, это очень классно работает. То есть у вас получается супер универсальное устройство, которое работает и на малых скоростях, и на больших скоростях. Что еще оно позволяет сделать? Позволяет настроить демпфер, да, например, у самолета с большим рулем на управлении, как бы вы махали, не махали энергично педалями, даже если все моменты за счет качалок и рычагов распределены таким образом, что усилия компенсированы, или там роговая компенсация, да, немножко снимает аэродинамическое усилие, или осевая, значит, то несмотря на это вес руля имеется, да, то есть вы все равно можете настроить через демпфер, именно электромагнитный демпфер, да, вы можете в широком диабазоне настроить себе ощущение именно веса этого руля. И в отличие от какого-то фторопластного демпфера постоянного, да, это не является, у него нет как бы такого момента настрагивания, момента трения настрагивания. То есть это супер универсальное устройство, которое позволяет вам маневрировать на высоких скоростях, на низких, ну и также, поскольку это force feedback устройство, оно принимает базовые эффекты от, скажем так, симулятора, то наряду с, например, когда самолет близок к сваливанию и запрограммированным симулятором, что бежит дрожь там по самолету, да, вы видите, как у вас трясется переплет фонаря, там кабины трясется, вы ощущаете это на force feedback ручки, и также вы ощущаете это на force feedback педалях, то есть вы прямо ощущаете, что вы как бы максимально ощущаете себя в кабине, потому что у вас все трясется, грубо говоря, так. И что мы получаем, что для поршневых самолетов force feedback педали это просто незаменимая вещь, которую ну ни один вариант пружинных педалей просто так не заметит, будь он там с демпфером, с переменной пружиной, просто просто не заменит. В чем заключается заковырка на сегодняшний момент? Дело в том, что DirectX как таковой, он вообще не имеет канала, посыл информации для педалей, для канала Yaw, да, для rudder, и все, что мы можем получить для того, чтобы правильно оценить положение педали в центре, это было бы либо положение педали, либо положение руля, но, к сожалению, в телеметрии, например, в DCS или в L2 этой информации нет. И это очень важно. И обращаюсь к производительным симуляторам, пожалуйста, сделайте этот параметр хотя бы для телеметрии, и с помощью этого софта мы сможем настроить это правильным образом и максимально реалистично сделать управление через force feedback педали. Как это проявляется, например, в поршневом самолете? То есть понятно, если мы говорим про ручку управления, то мы, допустим, меняя триммер, у нас есть эта информация о центре, об аэродинамическом, откручивая триммер, такой пусть, или на ручке, мы чувствуем, как перемещается ручка в канале, скажем так, тангажа, или по крену перемещается. То есть мы смещаем центр, и это не происходит так, чтобы ручка осталась по центру, а просто самолет начал накореняться куда-то. Если в настоящем самолете ручка при этом перемещается, то так же происходит с ручкой по force feedback. Проблема в том, что на педалях этого нет. Где это может проявиться? Например, на P-47 вы стоите на земле, и у вас газ прибран, то есть у вас нет обдува руля, если принудительно взять и открутить триммер руля направления в сторону и потом газануть, то видно, как триммерная пластина, ну или сам поверхность триммера отклонилась, и она уже создает аэродинамический момент, который отклоняет руль. Если посмотреть, дать газ и посмотреть на педали, то видно, как педали перемещаются, но force feedback педали при этом не переместятся, просто потому что у нас нет в телеметрии этой информации о положении педали или о положении руля направления. Поэтому, то есть, конечно, в тех самолетах, где есть триммер руля направления, вы также можете снимать усилие, из force feedback педали будет усилие сниматься, но проблема в том, что вы не будете чувствовать, как оно перемещается. И это важно, особенно в вертолетах. Теперь перейдем в вертолетах. Зачем же там нужны нам такие педали? Но я не знаю, на Ми-24 я не летал, на Ми-8 тоже не летал, и не знаю, как точно там устроено триммирование по педалям, но, скажем так, Huey, это, в принципе, тот же самый Bell, на котором у меня, в принципе, есть налет на настоящем, да, на Bell-106. Значит, вся штука в том, что даже на Bell или на Huey в проекте DCS вы можете настроить педали. Ну, по сути, просто беспружинные педали. Вы можете загрузить величину демпфирования, подобрать ее именно так, как бы она ощущалась в настоящих вертолетах, в педалях. То есть вы можете таким образом подобрать, что педали будут просто демпфером удерживаться и оставаться в том положении, где вы их отклонили. Скажем, это хорошо для Ми-8 или для Ми-24. На текущий момент я не знаю, как симулятор настроить. Я отключаю, получается, все триммирование возможное в настройках Special, да, и также приходится отключать руль направления, канал руля направления, например, Ми-24, потому что там педали живут своей жизнью, они никак не синхронизированы с педалями, и ты борешься неизвестно с чем. Но отключив канал руля направления и, например, максимально загрузив демпфер, именно демпфер по перемещению, демпфер по сопротивлению, там два вида демпфера есть в софте, значит, можно добиться такого положения, что как бы как пилоты с Ми-24 говорят, что триммирование там достигается за счет того, что педали остаются в нужном положении. Вот. И вы просто будете их перемещать, и, в принципе, можете ногу убрать, и педали будут оставаться там, где вы их поставили. И по ощущениям на управлении, это будет такое вязкое перемещение, оно будет имитировать вот этот демпфер, который в Ми-24 установлен. Проблема же, если бы была информация о положениях педалей, то в Ми-24 можно было бы сделать абсолютно все так, как в настоящем. Например, на джойстике Force It Back мы, гоняя хатку триммера, перемещаем ручку по кабине или, размыкая загрузочный механизм пружинный, перемещаем ручку в другое положение, отпускаем кнопку, и она там остается. То есть, для джойстика Force It Back все работает так, как должно быть, так, как это устроено в вертолете. Для педалей у нас есть проблема, потому что нет положения центра. Однако, эти педали заменят вам любые пружинные педали или беспружинные с демпфером, потому что у меня педали с редуктором, рассчитанные на большие усилия, и, как я уже говорил, большие усилия – это не то, чтобы вы будете все время их нажимать. Это широкий диапазон возможных усилий, это также широкий диапазон настройки демпфера. И вот в конкретных своих педалях я могу настроить демпфер так, чтобы они оставались, например, для полета на Ми-24 в том положении, где я их оставлю. То есть, это будут такие хорошие, налитые упругостью, классные тормоза. Это очень важно. То есть, мы получаем, смотрите, уже два этих типа рассказал, мы получаем супер-универсальное устройство. Более того, вам не надо, так вы решили полетать на вертолете или полетать на поршневом самолете, вам не надо все это накручивать, загрублять, закручивать демпфер, пружину. Тем более, вы можете не попасть в те же самые положения. Нет каких-то фиксированных переключателей, типа вертолет, демпфер, тык-тык, четкое переключение на данный тип самолета. А вот в софте, поскольку все это электромагнитное, в софте это есть, вы просто выбираете профиль, бац, у вас педали для вертолета, бац, у вас педали для Ми-24, бац, у вас педали для Ми-8, бац, у вас педали для Хью. Это разные педали, и они у вас одним щелчком, бац, и готово. То есть, вы тут же пошли летать на Mosquito, там, или, знаете, вот И-16, например, И-16 очень такой, ну, как-то верткий, так скажем, или нестабильный, такой, так скажем, подвижный по педалям, и все встает на свои места, все управление становится, ну, понятным, прозрачным и очень удобным, когда вы имеете педали, которые налиты упругостью. Не когда вот это вот свободно и непонятно какие пружины там поставлены, да, а вот правильное управление. Вот это просто, это нельзя объяснить, когда точность управления, она просто высочайшая. Это нельзя, ну, пересказать, это просто классно. И это, когда у вас все вместе, и джойстик, и педали, они такие плотные, все работает, как часы. Смотрите, если вы любите, например, F-18, F-14, то, пожалуйста, ну, или любой другой бустерный самолет, или, скажем, F-5 Tiger, да, или, я не знаю, MiG-5. F-5 у него, я не уверен, насколько бустерный, но у многих самолетов есть такое понятие, как бустер-ассист. Тогда можно настроить именно пружину загружателя какую-то и при этом настроить еще зависимость от скорости, именно аэрономические усилия на рулях. Если же этого нет, просто самолет, ну, так скажем, тотально бустерный, да, или Fly-by-wire, то вам необходимо педали все равно правильно затяжелить, сделать их не вот такими легенькими, не имеющими, ну, не знаю, никакого ощущения на перемещение там, да, то есть такие просто на ваших, на ваших предельно тренированных многими годами полета ногами, да, чтобы взаимодействовать с легкой пружиной. Нет, то есть выдерживание направления, то есть вы загрубили управление, сделали, накинули какую-то пружину, накинули демпфера, вы создаете такое управление, что даже начатная на разбеге у вас самолет не гуляет по полосе с включенным nose wheel steering, да, да, у вас очень классное и точное управление, потому что вы максимально точно контролируете все. И то же самое в полете, то есть это получается супер универсальное устройство, так же, как и джойстик force feedback, и вы от одних настроек к другим переходите вот один клик, выбирая профиль в меню, так что даже не знаю, зачем я это вам рассказал, и так понятно, что это то, что нам нужно для полетов в симуляторах, важно ли это так же, как ручка force feedback, это тоже важно, вот это супер универсально, супер удобно, очень важно, главное, чтобы нас услышали производители симуляторов и добавили в телеметрию вот это вот значение, которое позволит настроить управление максимально реалистично. Спасибо большое, что посмотрели это видео, пока, увидимся.